Хочу подтвердить, эта информация уже прошла по ряду наших российских СМИ, но тем не менее, с учетом присутствия здесь большого количества журналистов из других стран, скажу, что посол Российской Федерации на Украине Михаил Зурабов примет участие в церемонии инаугурации избранного президента Украины. Он возвращается в Киев для продолжения исполнения своих функций. Мы крайне обеспокоены продолжающейся войсковой операцией украинских силойков в Донецкой и Луганской областях, в результате которой имеются многочисленные погибшие и раненые. Возмущены авиационным обстрелом самолетами украинских ВВС в здании Луганской областной администрации. Требуем наказания виновных в этой трагедии. Сегодня в рамках заседания Постоянного Совета ОБСЕ мы этот вопрос особенно остро затрагиваем. Как вы знаете, появляются все большие свидетельства о том, что это был целенаправленный удар, причем с применением военно-штурмовой авиации. Вы видели эти ужасные кадры. Отрадно то, что и западные наши корреспонденты уже начинают передавать четкую картинку с места события. Я имею в виду репортаж корреспондентки CNN. Срочным является оказание гуманитарной помощи населению Востока Украины. Отказ в этом со стороны властей Украины возмутителен, ведь речь идет о помощи украинским гражданам. Сегодня на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев дал специальные поручения своим заместителям о оформлении необходимой поддержки и подготовке соответствующих документов, которые необходимы для того, чтобы аккумулировать нарастающий поток переходящих к границу Российской Федерации и Украины. Возмущает и реакция, конечно, украинских пограничников, особенно визит господина Турчинова, который собирается буквально закрыть границы на стыке Российской Федерации и Украины. Таким образом, вместо того, чтобы открывать эти границы для всех, кто желает покинуть территорию военных действий, эти границы купируются. Это совершенно возмутительно и недопустимо. В настоящее время на Донецкой и Луганской областях, на территории России, направляется большое число беженцев и переселенцев. Российские власти, еще раз подтвержу, будут оказывать им все необходимое содействие. Мы призываем украинскую сторону содействовать беспрепятственному выезду беженцев с территории Украины. На этот счет внесли соответствующую инициативу в Совете Безопасности ООН. Вот на эту тему еще несколько слов подтвержу, что Россия своей главной задачей на нынешнем этапе развития кризиса на Украине видит острую необходимость остановить спираль насилия на востоке Украины. Именно с этой цели 2 июня мы выступили в Совете Безопасности ООН с инициативой принятия гуманитарной резолюции по Украине, которая нацелена на немедленное прекращение насилия, создание гуманитарных коридоров и выполнение положения Женевского заявления от 17 апреля, а также дорожной карты швейцарского председательства УБСЕ. В нашем проекте содержатся требования к украинским сторонам немедленно прекратить боевые действия, заявить о приверженности прекращению огня и организовать гуманитарные коридоры для безопасного вывода гражданских лиц, а также беспрепятственной доставки гуманитарной помощи. Генеральному секретарю ООН поручается на регулярной основе докладывать Совету Безопасности ООН о развитии ситуации в области безопасности и гуманитарной сфере на юго-востоке Украины. Российский проект носит абсолютно неконфронтационный характер и преследует исключительно гуманитарные цели. Однако этот документ вызвал резко негативную реакцию западных членов Совета Безопасности. По их мнению, власти в Киеве будто бы проводят совершенно законную операцию против террористов, как теперь на Западе и на Украине принято называть граждан собственной страны, особенно в юго-восточных регионах, несогласных с проводимой Киевом линией, мол, никаких гуманитарных проблем на востоке Украины не существует. Такой подход предельно красноречиво свидетельствует о применяемых Западом двойных стандартах и истинных намерениях в отношении Украины. Надеемся, теперь всем абсолютно очевидно, что планы эти не имеют ничего общего с мирным разрешением этого конфликта. Тем не менее, несмотря на эту реакцию, мы руки не опускаем и держим наш проект на столе переговоров в Совете Безопасности ООН. Продолжение следует...